Во французском Лионе прошел форум Cartoon Movie. Мероприятие проводится почти два десятилетия. Его значение для развития европейской анимации трудно переоценить. В организации Cartoon Movie особое место принадлежит медиапрограмм. В этом году Cartoon Movie стал платформой для встреч более 750 участников. В течение двух дней продюсер, сценарист и постановщики в напряженном темпе занимались тем, что на профессиональном сленге именуется питчингом. Из краткого представления темы и сюжета требовалось выбрать тот, который наилучшим образом отвечал бы и запросам аудитории. Основная тенденция этого года – значительное количество проектов, нацеленных на взрослую аудиторию. Думаю, что я не ошибусь, сказав, что таких лент мы насчитали более трети. Мы видим, что нынешние потенциальные зрители анимационных картин – это те, кто вырос, в том числе на компьютерных играх, геймеры и те, кто увлекается комиксами. Совместная польско-испано-немецкая продукция с участием продюсеров из Бельгии под названием «Еще день жизни» в основе фабулы – книга знаменитого польского писателя и журналиста Ришарда Капущинского, опубликованная более 40 лет назад и посвященная Анголе. Производство фильма находится в завершающей стадии. В общей сложности работа заняла более 7 лет – режиссеры-постановщики Рауль де ла Фуэнте и Дэмиан Ненов. Речь не шла о буквальной трактовке того, о чем говорит автор, и точном перенесении сюжета на экран. Нам было интереснее наблюдать за эволюцией самого Капущинского, который из репортера в этой книге становится писателем. С самого начала работы над лентой «Еще день жизни» мы хотели совместить разные манеры подачи материала. Тут есть и игровые съемки, есть и репортажные кадры, и, разумеется, много анимации. Своего рода пазл, который мы составили из нескольких слоев, по нашему мнению, они дополняют друг друга. Необычные сказки Рауля Гарсия, сценарий которых основан на произведениях Эдгара Алана По. Душа писателя предстает в образе персонажа одного из его самых знаменитых произведений в образе Ворона. На кладбище у могилы любимой жены писателя Ворон встречается со смертью. Смерть говорит, что путь его в этом бренном мире окончен и желает забрать душу писателя с собой. Вообще, для того, чтобы передать ужас, страх, отчаяние, нет более подходящего кинетографического жанра, чем анимация. И, очевидно, что, расширяя набор эстетических приемов, сегодня у нас есть возможность адресоваться гораздо более широкой аудитории, чем было раньше. Поэтому и увеличивается количество тех, кто охотно смотрит анимационные картины. Любящий Винсент. Филигранные по исполнению работы польского режиссера Дорота Кабели и англичанина Хью Велчмана. Каждый кадр был нарисован вручную масляными красками на холсте в подражании манеры главного героя ленты Винсента Ван Гуга. Сюжет основан на обширном и пистолярном наследии гениального художника, а визуально фильм построен на использование свыше сотни картин мастера. Дорота Кабеля взвалила на свои плечи в этом проекте почти все. Она ведь профессиональный живописец и уже только после этого режиссер-постановщик анимационного кино. Идея сделать такую ленту ей пришла в голову, когда она читала письма Ван Гуга. Дорота подумала, что история жизни, которая столь мощно излагается, заслуживает того, чтобы быть воплощенной средствами анимационного кино. Новый проект Рикарда Кертиса Амёва был также представлен в рамках нынешнего форума Cartoon Movie. Предполагается, что Амёва будет завершена и выйдет в прокат через два года. Работы немецких авторов анимационная картина в формате 3D рассказывает о приключениях австрийской принцессы и сына торговца пряностями из Индии. Время действия середина 16 века. С первого Cartoon Movie его участники сумели уплатить в жизнь более 250 проектов, найдя для их реализации продюсеров и дистрибьюторов. Форум стал важной датой календаря для тех, кто работает в европейской анимации. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова